Друзья, вот в ответ на многочисленные вопросы гражданки М. из города Санкт-Петербурга хочется поставить точку в одной дискуссии. Вот слушайте, спрашивает меня эта гражданка, которая на самом деле уже знает ответ. Говорит, а вот в семье супруги, они равны друг другу? Или кто-то старше и кто-то младше? Я хочу поставить точку для нее и для всех вас в этой дискуссии. Первая хорошая новость. На территории любви все равны. Когда любовь случилась, даже мастер и ученик равны. Мужчина и женщина равны. Мать и ребенок равны. Но есть плохая новость. Это случается крайне редко. Я боюсь, что ты микрофончик закрываешь там сбоку. Вот так вот. Смотрите, это случается крайне редко. Почему? Мамы, которые любят детей, вот сволочи, заставляют их по утрам будить, будят их в школу, да, значит, просыпаться, делать уроки, дисциплину какую-то выстраивают. Так что они, получается, не любят? Итак, на территорию любви все равны. А, например, мастер и тренер дают задания какие-то выполнять. Говорит, вот этот, пока не сделаешь этот порог, то ты не перейдешь. Поэтому нет территории любви в этих лакунах. Любви в духе все едины, все равны. И в каждом равной степени можно увидеть Бога и высвободить божественность. Поэтому муж и жена, мужчина и женщина, любящие друг друга, равны. Точка. А вы теперь слушайте внимательно, уважаемые феминисты. Следующая фраза для вас, и она дополняет, не противоречит первым. Когда мы находимся в социальном измерении, в измерении, где нужна какая-то самоорганизация. Ну, например, что такое самоорганизация? Именно мужскому в мире, мужчинам, мужскому, ну, мужчины придумали такие вещи, как иерархические лестницы, старший, младший. Да, кто-то, кого-то, значит, кому-то, где-то кто-то начальник, кто-то подчиненный. Начальник создает рабочие места, подчиненные приходят туда работать. Вот он их финансово, гарантирует им финансовую защищенность. Здесь, конечно, хороший начальник сейчас такие, что не дай бог, иногда начальники бывают. Вот, смотрите, когда мы едем за рулем машины, в машине, в автомобиле едем, «Тот, кто рулит, тот и старший, все остальные пассажиры и аминь». Кто рулит, тот и старший. Но, слышите, раненое женское эго меня унижает считать, что мужчина старший. Мы равные, мы получаем равную зарплату, мы в Боге равны перед Богом. Вот, когда происходит эта путаница, я хочу сказать, здесь вы имеете дело с Галином, как называется, феминизмом, вирус которого попал в вашу женщину. И она больная вирусным феминизмом. Она путает измерение любви и социальное измерение. И поэтому такая женщина не нуждается в мужчине, потому что мужское – это то, что может дать русло и защищенность женщине. Если вы равны, тебе защищенность не нужна. Ты сама себе защищенность. Так ты хочешь быть женщиной, в женском проявляться? Тогда тебе нужны защищенность, чтобы мужчина определил. Потом, смотрите, пока территория любви есть, в любви там все предугадывают желания друг друга, мысли читают. Но в какой-то момент вдруг угасает интенсивность любви. И если во времена, когда любовь была, я, женщина, не оставляю мужчине своему право рулить, определять, сказать, как будет дальше, то я, значит, замуж-то и не вышел. Поэтому любовь, как интенсивное чувство, уходит. Остается что? Остается иногда просто семейная совместность, которой нет бурных чувств, но есть уважительность, есть доверие, есть благодарность. И есть, безусловно, опора на своего мужчину, который стоит, и я могу в нем спокойно жить. Я могу обустраивать уют, потому что он является несущей конструкцией, стенами семьи. Ну и потом скажу вам еще по секрету. Вот эти все, знаете, тексты про то, что женщина наполняет мужчину, женщина, значит, его, этого мужчину, как-то вдохновляет и так далее. Послушайте, если вы читаете женской душой, вы знаете, как мужчину вдохновить. А если вы читаете своим женским эго, раненым, то как будто бы вы над ним управляете, что мужчина – это сдувшийся такой мешок, который можете надуть. И тем самым управлять. Одни и те же тексты, пусть даже священные, они читаются по-разному с территории любви и души. А душа, она простая, и у нее нет концепции, кто старше, кто младше. Душа естественным образом течет. Душа естественным образом уважает того, кто старше, или в семье, или в роде, или в организации. Но он постоянно бунтует и полемизирует. Поэтому женщина, которая не может почтить своего мужчину, как старшего, своего учителя, как старшего, своих родителей, как старших, она бунтующая и очень тяжелая. Знаете, что она делает? Она постоянно продвигает что-то свое. Она раскрывает, будто бы я женская такая, все, девочкам надо уступать, ну хорошо, садись. А потом начинает продвигать что-то свое. И мужчина может опомниться на третьем, на четвертом году супружества, что на самом деле она не была замужем. За мужем, слышите, нет за жену, нет друг за друга выйти, а за мужем. Она двигала что-то свое и навсегда держала свой интерес, который не озвучивал. Потому что она знает, что она продвинет и за одно место, очень важное в супружеских отношениях, она прекрасно держит и контролирует своего мужчину. Вы знаете, еще скажу тут про одного человека вам с удовольствием. Боже мой, сколько было дискуссий, сколько было полемики, ну вот на эту тему. Ладно, это тема для другого видео. Так вот, подытоживая, хочется сказать вот какую вещь. Смотрите, правильный любовный треугольник. Женщина видит мужчину больше. Когда даже мужчина сбился или запутался, она ему так объяснит правильность его действий, что он обретает уверенность и выруливает. Понимаете? Мужчина видит свою женщину равной себе. Если этот порядок нарушается, ну, как сказать, вы просто, ну, в какой-то момент вы понимаете, что-то не то, а что сказать невозможно. То есть невозможно не ей, потому что она не услышит. И она, понимаете, вот есть вот этот центр манипура. Вот на этом центре партнеры, партнеры, когда происходит трансформация их жизни, опыта, конкурируют за старшинство. Вот, так вот, мудрость женщины сдать старшинство, любить своего мужа, поддерживать его как старшего, и тогда он видит ее равную. В противном случае, женщина в конфликте не только со своим мужем, но в скрытом, пассивно-агрессивном конфликте. Она в конфликте с миром мужчины, который предполагает и правила, и дисциплину, и какую-то иерархичность мира. То есть и она будет его разрушать. Я видел много женщин, которые на территории любви, схватив мужа за одно место, ну, то есть за сердце. Потом, когда интенсивность любви ушла, просто стали доминирующими. Поэтому запомните, девчонки и мальчишки, вот такую вещь. Женщина, провозглашающая равность партнерских отношений, утверждающая, знаете, полемизирующая, она претендует быть главой семьи. Вот это все. Так устроена природа, так устроен Господь. Хочешь библейского Господа, пожалуйста. Был создан Адам, и потом огранку прошла жена, женщина производная. Потому что некоторые женщины имеют библейскую, слышите, основание так чисто все по Библии, но они не следуют. Апостол Павел говорит, вот это женщинам библейским особенно, честью друг друга больше творящим, больше творите. То есть воздавайте честь, как будто бы другое, это больше. Это здоровое отношение. Не заподбол быть замужем, девчонки. Это неунизительно считать своего мужа старше. Но я хочу сказать, вы теряете со своим феминизмом головного мозга, вы теряете рано или поздно своего мужа, вы теряете свою любовь. И вы не знаете, как вдохновить его. И поэтому рано или поздно приходите, все возвращается на тот же уровень, и он нового финансового уровня, нового уровня социальной успешности не достигает. В лучшем случае он останется тем, кем я был. Я хочу сказать, вот в моей жизни было несколько женщин, которые так смотрели на меня, так веровали в меня, так позволяли моему потоку спонтанности раскрываться и восхищались, что я начал разворачиваться. Вот это не надо было снимать, конечно. У него что-то личное сейчас скажут девчонки-феминистки. Да, мне лично. Я по опыту знаю, как сотрудничать с конкурирующей женщиной. У меня был один тренинг, единственный, с одной конкурирующей женщиной, которая оказалась мягкая, такая, о, духовная, все. Но в процессе, как сказать, в процессе тренинга она оказалась более крутым мужиком, чем я. Поэтому мне пришлось быть многогрудой мамой, чтобы ее строгость не запрессовала людей и чтобы хоть как-то это вывести на юмор и компенсировать. Мне приходилось сотрудничать, ну, наверное, только с тремя женщинами, которые, становясь партнерские, не супружеские, но партнерские в плане консультирования, ведения отношений, ну, создавали, мы вместе создавали гармоничную модель партнерства мужчины и женщины. Это эти все три женщины, я не буду их перечислять по именам, это очень лично, они, когда я брал слово, никогда не перебивали. Когда они хотели что-то добавить, они подчеркивали значимость того, что я сказал. Когда они не понимали, что я делаю, и, может быть, в профессиональном смысле были не согласны, они двигались вместе и потом просто на перерыве могли сказать, слушай, объясни, почему ты так, вот почему ты так строго здесь поступил. То есть они учились мастерству, они утверждали правильность своего суждения. И я хочу сказать, что вот сюда, конечно, очень в конце завершения видео, я не умею их монтировать, пошло бы стихотворение Тани Мужицкой. Ты в его жизни не с тем, чтобы его учить. Оно совершенно женское, оно написано из женской тональности. Оно написано из женского почтения, мужского принципа. Женское чтит мужское. И тогда мужское видит ее, как равное. Я повторюсь еще раз. Но если женщина претендует на равность, она претендует на доминирование. Мужики, обратите на это внимание, особенно в период влюбленности. Женщины, я с глубоким почтением отношусь к женщине в вас. Но если вы ходите в партнерство с мужчиной внутренним мужиком, даже, знаете, и губоньки, тут и глазоньки, и вот эти вот ужимочки, ну, я внутренне мужика вижу. Поэтому я не буду с вами ни о чем говорить, пока вы внутренне женщину не раскроете. И интересный момент. Ну, в консультировании тоже звонят люди. То есть, так прикольно вообще. Просто зашибись. То есть, мужиком со мной начинают разговаривать, почему у нее не происходит с мужиками. Я говорю, да потому что ты женщина не раскрылась, ты мужиком разговариваешь. Ты даже со мной крутым мужиком даешь. У тебя же душа болит, покажи мне ее. Но ты сразу даешь мужика. Я хочу понять, в чем мои ошибки в обращении с мужчиной. Да, сейчас. Одна единственная ошибка. Ты не женщиной в почтении к мужскому идешь. А ты идешь мужиком, которому нужен другой мужик, как добыча. Это не значит, что те, кто добыли, перестали... Ну, как сказать... Сейчас, подожди. Это все может быть вполне в женской внешней упаковке. Так эмоциональненько и так далее. Но посмотри, что ты делаешь. И может ли твой муж полностью предъявиться и развернуться? Или он каждый раз вокруг твоей изменчивой эмоциональности, с доминированием вполне мужским, должен вращаться, чтобы как-то тебе угодить, чтобы как-то ты от него не ушла? Поэтому смотрите, друзья мои, девчонки, мальчишки. Раскрыта ли в тебе женственность? Раскрыта ли в твоей партнерше женственность? Если ты готов, ты, муж, мужчина, парень, готов повести глубинам отношений в свою женщину, пойдет ли она за тобой? Или ей достаточно, что она тебя уже поймала? В парне, в мужья, во все. Конечно, все это совершенно не звучит, и это не имеет смысла для большинства людей, которые просто на эгоическом принципе ловят друг друга и каким-то образом пытаются обладать как добычей. Я говорю о том, почему вас тонкой не допускают, почему девчонки вас мирской же мир отвергают. Ну, смотрите, девчонки, когда вы менее состоятельные, но вам нужно закадрить богатея, вы знаете, как себя вести, понимаете? Вы знаете, как подойти, чтобы айфон там восьмой подарил, вы это знаете. Тогда вас включается, и вы ведете себя по-женски. Но как только вы поймали его и связали колечко, вы начинаете предъявлять свое мужское. И тем самым убиваете мужчин. Я это говорю с глубокими, со стороны, и к мужчинам, и к женщинам. Мне хочется, чтобы было меньше смертей. Смерть – это не суицид, это не убийство, как бы, пулю в лоб. Смерть – это когда смотришь, а человек вроде бы замужем. Женщина замужем. Или мужчина женат, например, да, а энергии нет. И тогда энергию человек идет где-то в другом месте получить. Я вот недавно приезжал, один парень, и жена у него там, и все. Но он даже боится честно себе сказать, что там что-то важное уже нет. Где-то на третий день только он сказал. Странно, говорит, как-то. Я, говорит, женатый человек, а любви приезжаю получить сюда, к вам в отчий дом. А там как будто бы я на войне, как на войне, как эта песня есть у Агаты Кристи. Поэтому я за мир, за любовь, друзья. Но уже, понимаете, ни в коем случае это не надо понимать. Женщина, знай свое место. Нет, вот эти вот вещи не надо здесь. Если кто-то сейчас из вас уязвляется, у вас в этой области рана и проблемы. Когда-то что-то мужское, может, папа, может, какой-нибудь парень вас обидел, и вы решили, буду идти доминированием, чтобы контролировать ситуацию. И в этот момент вы, в дальнейшие отношения, вы отреклись от своей женственности. Поэтому, да благословит Господь женственность, да благословит Господь мужественность. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.